Здравствуй, многочисленная аудитория. Произведение из этого ролика для людей в возрасте от 15 до 25, которое, возможно, сделает их более взвешенными, чуткими и внимательными к тому времени, которое дано всем нам. Кедрин Дмитрий Борисович Бывало, в детстве я в чулан залезу, где сладко пахнет редькой в меду, и в сундучке окованным железом рабочий ящик бабушки найду. В нем был тяжелый запах нафталина и множество диковинных вещиц, старинный веер из хвоста павлина, две сотни пуговиц и связка спиц. Я там нашел пластинку граммофона, что, видно, модной некогда была, и крестик кипарисовый с афона, что, верно, приживалка привезла. Я там нашел кавказский пояс узкий, кольцо бумаги пожелтевшей десять, письмо, написанное по-французски, которое я не сумел прочесть. И в уголку нашел за ними следом колоду бархатных венгерских карт, наверное, отобранных у деда. Его губили щедрость и азарт. Я там нашел нунштук, зашитый в замшу, на нем искусно вырезан медведь. Судьба превратна. Дед скончался раньше, чем тот мундштук успел порозоветь. Кольцо с дешевым камушком для няни, таблетки для приема перед сном, искусственные зубы, что в стакане покоились на столике ночном, Два вышитые бисером кисета, гравюр старинных желтые листы. Китовый ус из старого корсета, покойница стыдилась полноты. Тетрадка поварских рецептов старых, как печь фрешты, как сдобрить калачи, и лентой перевязанной агарок ее венчальной свадебной свечи. Да в уголку за этой тетрадкой нечаянно наткнуться мне пришлось на бережно завернутую прядку кудрявых детских золотых волос. Что говорить, неважное наследство, кому он нужен, этот вздор смешной, но чья-то жизнь от дней золотого детства до старости прошла передо мной. И в сердце нет места укоризни, и замирает на губах укор, пройдет полвека, и от нашей жизни останется такой же пестрый ссор. Спасибо.